Круг задач медицинской сестры широкий. Она гораздо больше, чем врач, находится рядом с больным. Первый может прийти на помощь в случае ухудшения самочувствия. Ее роль в системе здравоохранения трудно переоценить. 12 мая представители самой милосердной профессии, в том числе и сотрудники клинической больницы номер 50, отметили свой профессиональный праздник. Без высокого профессионализма медицинского среднего персонала очень трудно, качественно оказывать медицинскую помощь. Поздравить медицинских сестер пришли не только их коллеги из клинической больницы номер 50. Теплые слова благодарности виновницам праздника адресовали гости из Саровского медицинского колледжа и ядерного центра. Выступая от имени Рафиат Суниев, главный инженер Игорь Мусин отметил, что медсестры внесли огромный вклад в борьбу с пандемией. Стояли на передовой войны с коронавирусом. Очень много пациентов, вот сам непосредственно все эти цифры через меня тоже проходили, через штаб. И я, конечно, просто поражался, как вообще это возможно. Вот возможно с таким количеством пациентов обеспечить работу на начальном этапе, на этапе лечения, на выписке. Просто огромнейший труд. Игорь Мусин вручил благодарственные письма Рафиат Суниев нескольким медицинским сестрам. Среди награжденных была и Наталья Калинина. Наталья Валерьевна закончила Саровский медицинский колледж, пришла на работу в 1990 году. Начала с педиатрического отделения, трудилась в должности палатной медсестры. Затем перешла на работу в детскую поликлинику. С маленькими пациентами не всегда бывает просто, признается медик. Тем не менее, работа эта очень интересная. С ними найти нужно общий язык, с ними нужно договориться, успокоить, чем-то заинтересовать, отвлечь. Поэтому не всегда просто бывает. Светлана Ткаченко работает в хирургическом отделении. В ее обязанности входит в основном административная работа. Составление графиков, обеспечение круглосуточной работы поста, составление заявок на медикаменты. Люди приходят на такую работу, те, которые имеют страдания, которые могут проявить человечность, протянуть руку помощи в нужный момент. Ну и, соответственно, люди, которые ответственны, наверное, не только за свою работу и за свою жизнь, но и за жизнь тех людей, которые попали к нам в стационар. За последний год ряды нашей больницы пополнили 8 молодых специалистов. Они работают в различных отделениях стационара и поликлиник. По традиции, в конце праздника молодые сотрудники КБ номер 50 принесли торжественную клятву медиков и получили памятные подарки. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.